Таджикистан 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 В котором издание раскрыло масштаб фальсификации со стороны российских спецслужб, выявлений так называемых террористов, в том числе и среди мигрантов из Центральной Азии. Режим Назарбаева готовит очередные поправки в закон о религиозных атрибутах и обрядах. Так, Министерство по делам религии и гражданского общества предлагает запретить совершать религиозные обряды и церемонии вне культовых зданий. Соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении 16 мая на заседании Маджлиса, сообщает глава ведомства Дархан Калитаев. По планам инициаторов данного законопроекта отныне будет запрещено проводить обряд заключения брака вне культовых зданий, мечетей. Кроме того, проект закона предусматривает запрет на получение религиозного образования за рубежом. Исключение составят лишь те граждане, которые получили высшее духовное образование в РК. Исключение составляют случаи, когда обучение проводится по международному договору, или же если религиозное объединение не имеет организации образования в нашей стране, заявил министр. В результате обсуждения 104 депутата Маджлиса одобрили законопроект. Также депутаты рассмотрели законопроект, запрещающий ношение одежды, закрывающий лицо, в данном случае Никаба, Паранджи и Чадры. Нарушителям данного закона на первый раз будет вынесено предупреждение, а с последующих разов штраф в размере от 220 до 360 долларов. Напомним, что согласно инсайдерской информации, преданной огласке казахскими независимыми журналистами, жесткое наступление на религиозные права жителей объясняется тем, что находящийся у власти в стране с 1990 года Назарбаев дал поручение правительству превратить Казахстан в светскую страну, без какого-либо проявления ислама в общественной жизни. Имам Хатыба в соборных мечетях Таджикистана обязали к посещению Государственного драмтеатра имени Лахути для просмотра спектакля «Абу Аташ. Вода и огонь», поставленного по пьесе таджикского писателя и драматурга Мансура Суруша. Первыми театральное представление посмотрели сотрудники аппарата Комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана, сообщил пресс-секретарь ведомства Авшин Муким. По его словам, в ближайшие дни настоятели соборных мечетей Гесарской долины соберутся для просмотра спектакля в здании театра поселка Шахринав, где артисты театра имени Лахути сыграют спектакль специально для них. В будущем посмотреть «Обу Аташ» обязаны имам Хатыбы других соборных мечетей других регионов страны. По словам постановщиков, в пьесе рассказывается о необходимости мирного и толерантного сосуществования в демократическом обществе и подчеркивается, что в здоровом обществе не должно быть религиозных предрассудков и фанатизма. Тем самым спектакль высмеивает соблюдение религиозных предписаний, в данном случае соблюдение ислама жителями Таджикистана.